МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале час новостей. В студии Анна Кокорина и в этом выпуске. Испорченный отдых в летнем лагере массово отравились дети. Панику, организованную в соцсетях, опровергли в Минздраве. Переселять из аварийного жилья будут в складчину. Смешанную систему финансирования. Глава региона Александр Бурков обсудил с омбудсменом Татьяной Москальковой. Ремонт в боевых условиях. Ремонтным экипажам необходимо отбуксировать условно подбитый танк. Но в условиях полного отсутствия видимости сделать это достаточно сложно. В Омске стартовал Римбат-2018. Не дань европейской моде, а бренд Омской области. Такое единение взрослых и детей, всех вместе. Вообще очень радостно. Я уже не первый год здесь, и каждый раз, мне кажется, больше и больше народу. Целый день шикарная погода, шикарная музыка, столько познавательного. Даже потанцевали маленько, поучились. Здорово. Марафон классической музыки «Симфопарк-2018» с большим успехом прошел в Омске. В Омском лагере массово отравились дети. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. ЧП якобы произошло в лагере «Солнечная поляна» в Омском районе. Автор, разместивший пост анонимно, сообщает, что, цитирую, «50% детей рвет, одного отдыхающего увезли на скорой». Администрация учреждения тактично выдерживает паузу. Однако Министерство здравоохранения Омской области информацию о массовом отравлении опровергло. По данным ведомства, инфекционной вспышки в лагере нет. Впрочем, действительно отравились трое детей, предположительно, домашней едой. Один ребенок с признаками острой кишечной инфекции из лагеря «Солнечная поляна» госпитализирован в инфекционный стационар, где в настоящее время получают лечение. Состояние его врачи оценивают как удовлетворительное. Проведен забор анализов для установления причины. Еще двое детей с признаками диспепсических расстройств и один ребенок с повышением температуры отпущены домой из лагеря и находятся под наблюдением врачей. Глава региона Александр Бурков предложил финансировать переселение из ветхого жилья по смешанной системе за счет муниципального, областного и федерального бюджетов. Тема обсуждалась во время рабочей встречи с омбудсменом Татьяной Москальковой. Уполномоченный по правам человека отметила, что Институт защиты прав в стране работает достаточно эффективно. Только за прошлый год удалось помочь 250 тысячам граждан, чьи права были нарушены. В основном обращения поступали от работников обанкротившихся предприятий. Немало жалоб касалось социальной сферы и переселения из аварийного жилья. Глава региона отметил, что программа расселения из ветхих домов коснулась только многоэтажек, признанных таковыми до 1992 года. Однако проблемы есть и с квартирами, ставшими аварийными уже после. Чтобы помочь амичам сменить старые квадратные метры на новые, необходима помощь федерального центра. В Василькуле построят новую школу на 550 мест за парт, и ученики предположительно сядут через два года. Разработка проектной документации начнется в ближайшее время. Под строительство нового образовательного учреждения уже выделили земельный участок. Однако до сих пор неизвестно, смогут ли специалисты начать здесь работы. Сегодня на этой территории расположена старая школа, о безопасности которой уже несколько лет спорят эксперты. Накануне на площадке в ходе рабочей поездки побывал Александр Бурков. Руководитель области осмотрел территорию и поручил провести дополнительное обследование здания. Также глава региона посетил Иселькульский асфальтовый завод. Его производительность более 160 тысяч тонн, однако сейчас мощности используется наполовину. И в основном на федеральных объектах. Это при том, что большинство местных дорог, отремонтированных в прошлые годы, сейчас разрушены. Глава региона взял проблему на личный контроль и обсудил со специалистами вопрос загрузки асфальтового завода. Праздник большого футбола в России набирает обороты. На новых стадионах проходят матчи сильнейших сборных планеты. На улицах городов болельщики устраивают настоящие батлы на самую громкую кричалку и яркую атрибутику. Футбольная волна накрыла и Омск. Открытую фан-зону обустроили на «Красной звезде». Каждый вечер здесь собирается больше тысячи болельщиков. Ну а сегодня на большом экране покажут три матча. Первые 18 часов между сборными Швеции и Южной Кореи. В 21 час сыграют команды из Бельгии и Панамы. А в полночь начнется прямая трансляция из Волгограда. На поле выйдут футболисты Туниса и Англии. Наблюдать за футбольными баталиями мячи смогут как с трибуны, так и разместившись на поле. Здесь же будет работать кафе с горячим питанием, а для детей – игровые комнаты. Для удобства болельщиков до стадиона пустят специальный автобус. И после ночных матчей общественный транспорт будет развозить фанатов во все районы города. Музыкальный бренд региона в Омске в третий раз. Большим успехом прошел симфопарк 2018. 11-часовой марафон классической музыки под открытым небом собрал тысячи амичей. Классикой наслаждались взрослые, подростки и даже младенцы. Акустическая система позволяла слышать выступления ведущих солистов филармонии даже в самых укромных уголках парка. А видеоэкраны, транслирующие картинку в режиме реального времени, позволяли разглядеть эмоции на лицах самих музыкантов. В звуки нестареющей классики окунулась и моя коллега Татьяна Денисова. Поток людей здесь, кажется, не закончится никогда. Уже третий год подряд в Омске проводится симфопарк. В этом сезоне он первый. Для мячей приготовили огромное количество интерактивных площадок. Мы даже видели родителей с маленьким ребенком. Чтобы обойти всю территорию, во всем поучаствовать нужно как минимум часа три. Столько народу, мне вообще радует, что на природе столько и такое единение взрослых и детей. Всех вместе вообще очень радостно. Я уже не первый год здесь и каждый раз у меня все больше и больше народу. Целый день шикарная погода, шикарная музыка, столько познавательного. Тоже потанцевали маленько, поучились. Здорово. Замечательное мероприятие, нам очень нравится. У нас и дети, и собака с нами. Все получают огромное удовольствие. Очень приятная атмосфера. Непринужденная. Опять же, к искусству детей приобщаем. Им тоже очень нравится. Тебе нравится здесь? Да. Почему? Потому что здесь красивая музыка и везде весело. Проникнуться атмосферой, мечам помогает специальная акустическая система. Подзвучивается каждый музыкальный инструмент. Из-за чего-то этого создается мягкий звук, который слышно во всех точках парка. Ну а чтобы гости еще лучше видели музыкантов, установили вот такие большие экраны. На них в прямом эфире транслируются изображения с разных камер. На сцене сейчас программа «Эвергрин». Это вечно зеленая, самая популярная классика. И чтобы порадовать о мече, оркестр репетировал с 8 утра. Мы сегодня с 8 утра. Весь оркестр был уже здесь на площадке. И мы сакрупулезно работали над звуком. Программа популярная, классическая музыка. В этом году программа составлена из сочинений композиторов-юбиляров. Все композиторы – это юбилей. Кому-то 175 лет, кому-то 100 лет, как Бернстайну. Вот таким образом мы поздравляем и композиторов, и наших слушателей. Симфопарк – это уже визитная карточка нашего города. Мечи заранее пишут организаторам, просят сообщить дату следующего симфопарка, чтобы спланировать отпуск. К слову, нашим омским праздником уже заинтересовались в других регионах. Мне звонят из других филармоний и спрашивают, как это проходит и в чем суть. И попросили прислать видеоматериалы. Но мы подумаем, прислать или нет. Потому что это все-таки эксклюзив, такого нет нигде. И это, конечно, сегодня можно этим гордиться. Это бренд нашего региона. Я думаю, что и опыт можно распространять. Это очень хорошая идея. На симфопарке были и первые лица региона. Глава области Александр Бурков сначала поприветствовал гостей, потом наградил омских студентов, победителей престижных музыкальных конкурсов и рассказал журналистам о своих предпочтениях к классической музыке. Ощущение классической музыки на природе – это, конечно, какое-то феерическое ощущение. Причем такое количество людей, тысячи и тысячи людей, которые прошли за день в парке, это говорит о том, что Омск действительно музыкальный город. Со своими традициями. На Оске-Вакове, да, когда приезжал Владимир Теодорович со своим оркестром, я для себя открыл Чарли Чаплин. Не как режиссера, не как постановщика, а как композитора классической музыки. Понимаете? Это было совершенно что-то новое эфирическое. А там, конечно, и Прокофьев, и Чайковский, и БАФ. Симфопарк 2018 отгремел, но это только начало сезона. Уже 7 июля здесь же в парке на Королево будет джаз-парк. В Омск снова приедет три у Даниила Крамера. Уж очень музыкантам понравилось выступать здесь в прошлом году. А 18 августа будет рок-парк. Организаторы обещают сюрприз, будет ночной концерт. Всех секретов не раскрывают, но, говорят, будет завораживающе. Поэтому на эти два дня, 7 июля и 18 августа, ничего не планируйте. Приходите сюда и наслаждайтесь музыкой. Татьяна Денисова, Илья Яковленко, 12 канал. Эвакуировать подорванный танк, устранить поломку в боевых условиях и успеть добраться до штаба по бездорожью. В Омске стартовал всеармейский этап соревнований по ремонту автомобильной и бронетанковой техники «Римбат-2018». Эти состязания отборочные среди команд четырех военных округов страны. Победители будут выступать уже в международном конкурсе армейского мастерства, который пройдет в Омской области в конце июля. Почему омичи пока удерживают первые позиции? В отборочном этапе Никита Смирнов не только наблюдал за военным шоу, но и оказался в центре боевых действий. Уже на старте курсанты омского бронетанкового вырываются вперед. Их соперник, команда Центрального военного округа, высоко оценивает шансы омичей. Все же пока гости остаются на вторых позициях. Мы достаточно очень серьезно подготовились, мы им зададим неплохой темп и будем на пятки наступать. На пятки наступать и постараемся выиграть их. Преодоление всевозможных преград, езда по бездорожью, оперативное устранение поломок в условиях, максимально приближенным к боевой обстановке. На конкурсе «Римбат» выступают только профессионалы. Важнейший этап – эвакуация подорванного танка на базу. Машина застряла в условной воронке от снаряда. С помощью буксировочных тросов ее необходимо вытащить из ямы и оперативно доставить на ремонт. Такой этап – это разматывание лебедки, самый энергозатратный. Много сил требуется, особенно для командира, так и лажника, носить блок полиспастов, разматывать лебедку. На этом участке трассы дымовая шашка имитирует зараженную территорию в зоне боевых действий. Через нее ремонтным экипажам необходимо отбуксировать условно подбитый танк. Но в условиях полного отсутствия видимости сделать это достаточно сложно. Риск получить штрафные баллы, сбившись с конечного маршрута, достаточно высок. А это испытание на точность. Железобетонный блок имитирует двигатель танка. Его нужно установить с точностью до миллиметра взамен сломанного. Сделать это необходимо крайне оперативно, ведь враг не дремлет, пусть и условные. Техника на сегодняшний день в войска поступает новая. На подготовительных этапах личный состав знакомится с правилами эксплуатации, с основами по эвакуации и транспортированию. Поэтому и борьба технических наших специалистов как раз заключается в правильном применении этой техники. То есть вот эти навыки и умения, которые они получают, они пока здесь уже как венец своего, скажем так, конкурсного отбора в округах. Пока сложно спрогнозировать, кто победит из команд четырех военных округов страны на первом этапе всеармейского конкурса «Рымба-2018». Результаты будут известны только через четыре дня после окончания соревнований. Лучшие поедут на международный финал. Он пройдет с 29 июля по 4 августа на базе Омского автобронетанкового института. Уже несколько лет подряд столь престижные состязания проходят именно на полигонах нашего региона. Никита Смирнов, Дмитрий Алдогепченко, 12 канал. Народный артист РСФСР, знаменитый исполнитель главной роли в отечественном бестселлере «Любовь и голуби» Александр Михайлов переедет на постоянное место жительства в наш регион. Об этом актер рассказал на творческой встрече с жителями Омского района. Именно здесь он достраивает свой дом. О том, почему Омская область пришлась по душе Александру Михайлову, наш материал. Бурные овации и теплый прием зрителей. Александр Михайлов от радуши сибирской публики растроган. Начинается творческий вечер с рассказа о том, как он стал актером. Профессию Михайлова привел случай. Он попал на дипломный спектакль студентов Дальневосточного института искусств. Как обычный зритель, это был Чеховский Иванов. С этого все и началось. Теперь, вот так как сегодня со сцены, артист исполняет русские народные песни и песни времен Великой Отечественной войны. Читает стихи Сергея Есенина, Николая Рубцова и Константина Фролова-Крымского. В Омский район Михайлов приезжает во второй раз. Здесь много друзей у меня. Третьих. Я люблю Сибирь. Как западную, центральную, так и восточную. Восточную родился. В западной родился Михайлович Иванович Дакимов. Так что нас свет объединило. Барнаул, точнее, Верхопское. Я уже являюсь президентом его фонда. Уже 14-й год. И мы каждый год собираемся. По мнению артиста, главное богатство Сибири – люди. Честные, прямые и очень искренние. Он понимает, что такое Сибирь, что такое холодный край. И Омский регион для него – это тоже второй дом. И он очень ценит наши традиции, нашу культурную составляющую. Именно православную культуру, которая зарождалась очень давно, много тысяч лет назад. Поэтому он все это реально оценивает, понимает. И, конечно, его тянет к простым людям общаться, разговаривать. Ну и, в общем-то, проводить вместе время. Александр Михайлов не просто собирается жить в Омском районе. Здесь он планирует открыть театральную студию. Екатерина Блочевская, Никита Смирнов и Дмитрий Алдыкепченко. 12-й канал. После короткой рекламы прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новости». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Окна ПВХ от производителя. 999-222. Ходил раньше Иван из Горьковского за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь вода газированная, Пепси, литр 750 миллилитров, всего 59,90. Вот это цены. Экономит теперь Иван. И на новый мотоцикл копит. В приложении 2GIS вы найдете удобный рубрикатор и подробную информацию об организациях, отзывы о компаниях и расположении входов, маршруты для общественного транспорта, автомобилей и прогулок. Навигатор с отмеченными светофорами, камерами и лежачими полицейскими. Скачайте 2GIS бесплатно в App Store и Google Play. Возрастное ограничение 0+. Ковка 509 017 509 017 И о погоде. Сегодня 18 июня по области Ивомске облачно. В районах воздух прогреется до 19 градусов выше нуля. В Омске плюс 18-20. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Пока это все новости. Следующий выпуск смотрите в 14 часов. А далее на 12 канале программа «Спортивный регион». Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин